всем привет дорогие друзья в этом видео обзоре я хотел бы рассказать вам о водкоствольном полуавтоматическом ружье турецкого производства компании arms and модель а 612 ну прежде всего я надеюсь что это видео будет полезно тем кто собирается приобрести это ружье и ищет какую-либо информацию о нем я расскажу в этой части о особенностях использования это ружья то есть немножко теории и также мы с вами его зарядим я покажу как это делается двумя способами и покажу как она разряжается следующих частях мы его с вами разберем и соберем обратно также я дам некоторые рекомендации по его чистки и уходу за ним чтобы она всегда служила вам верой и правдой и работала без всяких проблем вот в таком виде представлена эта модель черный цвет без каких либо деревянных элементов без всяких карбонов и узорчиков различных лично по мне так вот лучше такая простота обычный рабочий аппарат без всяких этих наворотов ну опять же нас на вкус и цвет как говорится поэтому у компании армсон модельном ряду есть различные варианты и в дереве с различными оттенками и в том же карбоне так что каждый сможет подобрать себе ружье по своему вкусу но мне нравится вот именно такое приобретал я его в московском оружейном магазине кольчуга а в разобранном виде она шло в коробке и в таком пластмассовом кофре где все значит его компоненты были разобраны ну так скажем это была неполная разборка а вот с таким стволом в комплекте ствол 710 миллиметров а то есть 71 сантиметр можно дополнительно укомплектовать его стволами скажем укороченным 650 миллиметров и есть длинный ствол 810 миллиметров которые можно заказать отдельно ну я вот выбрал оставил точнее такой который шел штатно то есть он отвечает практически всем требованиям к охоте а также по комплектации руководство пользователя коробочка с насадками я говорю насадка не насадок как некоторые охотники любят выражаться все-таки давайте говорить по-русски в русском языке слова насадок не существует оттуда же кстати и пошло всякие автозаводская досуг портфель насадки или дульное сужение начиная вот цилиндрической фото есть цилиндра нулевка и заканчивая различными чоками получоками то есть весь набор на как говорится все случаи жизни также ключ для установки дульных сужений в ствол и вот такие кольца прокладки для регулировки приклада по отношению к плечу так скажем к вашей комплекции чтобы ружье подогнать и сделать абсолютно прикладистом для от себя ну вот так как у меня руки короткие мне эти все насадки то есть насадки кольца прокладки эти не требуются ну она и так для меня прикладистая удобная само по себе легкая значит вот по комплектации наверное все в ружье у меня уже пользование полтора года за это время на стрел составил примерно ну больше 1000 1200 1300 выстрелов и стрелял я фактически всем чем только можно начиная от дробовых патронов там дробь нумерация с девятки заканчиваем нулями дальше картечь из пулевых патронов стрелял и гуланди и полева и стрела рекордовская бренеки без проблем это ружье перезаряжалась никаких осечек никаких нет зарядов или заеданий у меня с ним не возникал значит что касается ну вдруг если более-менее все понятно хотя вот хотел бы заострить ваше внимание что вот некоторые товарищи пишут что ну не рекомендую не рекомендуется заряжать это ружье дробью с отгрузкой пороха 24 грамм и ниже почему есть такая вероятность что такой отгрузки пороха не хватит то есть не хватит пороховых газов для срабатывания газоотводного механизма и ружье не перезарядится однако же лично я стрелял мелкой дробью с еще более низкой отгрузкой ну скажем по тем же тарелочкам либо если брать птицу это перепела бекас вальчна и никогда никаких проблем у меня с перезарядкой не было по пуле наиболее эффективно из него летела пуля стрела рекордовская вот я коробочку подготовил вам покажу рекорд то есть очень отличная шикарная кучность проверял его в трубе до 50 метров расстояния по всякому функционалу ничего лишнего тут нет предохранитель кнопка задержки затвора и рукоять затвора сам затвор все ничего лишнего как скажем вот всякие дополнительные ограничители либо предохранители как в том же бенели тут нет и я предлагаю вам сейчас его зарядить я покажу вам первый способ которым я лично предпочитаю пользоваться и считаю он наиболее удобным для этого мы затвор берем патрон вот это я ради примера взял глав патрон номер пять и отгрузка 32 грамм кладем патрон в окошко лотка подавателя досылаем патрон патроне и остальные четыре патрона мы заряжаем в магазине до щелчка все ружье готово к работе осталось остается только снять его с предохранителя и нажать на курок чего мы естественно сейчас делать не будем разряжается ружье очень просто для этого мы пять раз передергаем затвор все все патроны у нас разрядились то есть все патроны ружье выплюнуло без всяких проблем далее сделаем мягкий вкус нажимаем урок и ставим тогда хранить почему этот способ я считаю наиболее эффективным опять же на охоте бывают такие случаи когда вот ты отстрелялся патроны закончились а тут стайка гуся полетела тебе надо быстро зарядить для этого ну тут очень быстро мы просто берем переводим вставили патрон славе и уже фактически одним патроном можно стрелять если так требуется то есть без всяких проблем ну давайте я покажу вам второй способ ну это и так понятно но я думаю так ради примера покажу мы берем четыре патрона и заряжаем их в магазин зарядили дальше мы патрон в патронник и в магазин до заряжаем оставшийся патрон все ружье также готово к работе разряжаем его тем же способом все пять патронов у нас без проблем она выпрямила опять же мягкий спуск нажимаем на крючок и предохранить вот пожалуй все что я хотел бы рассказать в этой части видео обзора о турецком ружье арсен а 612 хотелось лишь добавить о том что данное ружье отлично зарекомендовала себя среди охотников так как ну все таки является бюджетным вариантом довольно недорого стоит а сейчас представлено практически во всех оружейных магазинах в том числе и в регионах найти его не составляет никакого труда от себя могу его рекомендовать пожалуйста приобретайте пользуйтесь отличный рабочий аппарат а пока я с вами прощаюсь не стесняйтесь задавайте вопросы оставляйте в ваших комментариях я обязательно отвечу на все ваши вопросы спасибо что смотрели до новых встреч